Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В первые века христианской церкви христиане нередко изображали на стенах в своих храмах Моисея в пустыне, как прообраз освобождения человека от рабства, от рабства египетска, от рабства греху. И они вспоминали, конечно, ту историю, которую мы с вами тоже хорошо знаем, как народ израильский, когда вышел из египетского рабства, чудесно спасся от преследования войска фараона, перейдя в Черное море, потому что ветер подул и создалась такая отмель, по которой народ смог пройти. И когда войска фараона погнали за ними, то ветер перевернился, и они потонули во вновь нахлынувшем море. И затем они оказались в труднейших условиях, в пустыне, когда не было воды, не было пищи, кроме той, которую они взяли с собой. И когда кругом голые скалы, обожженные солнцем, и безоблачное небо, и солнце палящее. И они возроптали и говорили, что зачем ты перевел нас в эту пустыню умирать, лучше нам было бы быть рабами в Египте. И через какое-то время они увидели источник и воду, и бросились к ней в надежде, что вот сейчас они утолят жажду и смогут приготовить пищу. Но когда припали к этой воде, обнаружили, что она горького вкуса, непригодна для питья. Так и назвали это место мер, горечь. Но Бог сказал Моисею, возьми ветви дерева, которые растут поблизости, и положи эту воду. И произошло удивительное явление, что эти ветви деревьев стали впитывать в себя соль, и вода становилась пригодной для питья. И для нас вот этот образ, когда в нашей жизни, ну, удреченные какими-то тяжелыми обстоятельствами, болезнями, неудачами, каким-то событием неприятным вокруг нас, мы обращаем свой взор ко Кресту и видим распахнутые Господом руки для каждого из нас. И когда мы не просто смотрим, а когда мы понимаем, что это ради нас, что Господь любит каждого из нас, каждому из нас дает жизнь и ожидает от нас ответа любви, ожидает от нас подражания Ему, следования за Ним, то вот такая же благодать сходит и в наше сердце. Мы понимаем, что мы не одни в этом огромном непонятном мире, что мы любимы тем, кто нас создал, что нам дана великая радость быть. Но для того, чтобы эта радость действительно была с нами всегда, умножалась, то сегодняшний Вангелий нами передает драгоценные слова Христа. «Кто хочет идти за мной, то есть идти к Отцу, идти, созидать добро вокруг себя, отвергнись себя, возьми крест твой и следуй за мной». Эти слова ведь сказаны буквально сразу после того, как апостол Петр, после исповедания Господа Мессией, на вопрос, за кого почитают меня люди, они говорили, кто за Илью Пророка, кто за Иоанна Крестителя Воскресшего и так далее. А он говорит, а вы за кого? И Петр ответил на этот самый главный вопрос для каждого из нас. Кто же Христос для меня? Ты – Сын Божий, ты – Мессия, то есть тот Спаситель, который должен прийти. И в ответ на это Господь стал говорить о том, что Сыну человеческому належит много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И Петр, отозвав Господа от учеников, стал говорить, помилуй себя, путь милости к себе, Господи. Зачем тебе такой путь избирать? Нельзя ли как-то по-иному спасти людей? И Иисус, который только что сказал ему, блажен ты, Симу, сын Ионин, потому что не плоти и кровь открыли тебе, а отец мой, который на небесах. И говорит довольно резко ему, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Хотя Петр из самых лучших побуждений хотел сохранить жизнь учителя, но Господь ему говорит, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. И вот поэтому, когда мы идем за Христом, нам так важно отвергнуть многие наши представления, заменить их на то, что нам говорит Евангелие, что говорит нам Господь, как Он поступает, как Он действует, что говорит нам предание Церкви, о том, как, вот что значит брать этот крест. Это не только брать свои немощи, свои труды, свою надоевшую работу, там, неприятных родственников, соседей и так далее. Вот, это да, это тоже наш крест, и мы тоже можем ее внести все время, обижаясь все время, считая вправе быть злыми, как сказать, в таких трудных обстоятельствах. Но это то, что нам дано. Но не только это. Брать крест еще означает и избирать какие-то служения, служения, которые принесли бы пользу другим людям, которые были бы продолжением дела Христа в его борьбе со злом мира, окружающим нас. В этом отношении замечательный пример всем известного теперь хирурга и епископа, воина Синецкого Валентина Феликсовича, который был прекрасным художником в конце 19 века. Он полагал стать художником, как многие тогда молодые люди, старились на путь искусства. Но в то же время он видел, какая необходимость в земских врачах, что многие люди не имеют достаточно медицинской помощи, особенно простые, из крестьян в маленьких селах и поселочках, и поэтому поступил на медицинских. Хотя ему очень было далеко неприятно заниматься больными и прочее, прочее. Но вот он стал замечательным хирургом. И потом стал и священником, и даже епископом, оставаясь при этом ученым. И написал замечательную книгу, которая до сих пор имеет значение. Стал не только заключенным, после этого стал гауреатом в Сталинской премии и так далее. И уже закончил жизнь свою в Симферополе архиепископом крымским. Вот замечательный пример человека, который, имея прекрасное не только желание, а талант служить искусству, избрал путь служения людям. И тоже достиг замечательных, удивительных результатов. Вот что означает главным образом взять крест и идти за Христом. Поэтому нам так важно в нашей жизни вспоминать о кресте. Мы все носим крест. Это знак того, что мы христиане, что мы ученики Христа. И вот поэтому стараться быть достойными учениками. Потому что главный противник – это лень и нетерпение, раздражительность. Много, конечно, и другого. Вот так важно постом нам избирать вот этот путь за Христом. Не случайно именно в середину поста ставится праздник поклонения Кресту. Давайте вот в оставшееся время поста изберем вот этот путь несения в своих немощах с терпением, с упованием на Бога, с призыванием Его милости и сил для того, чтобы нам быть достойными христианами, достойными учениками. Чтобы эта радость, о которой говорит в конце Евангелия, сегодняшнего чтения, Господь, что некоторые стоящие здесь уже вскоре увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И оно увидится не вокруг нас, а Господь говорит, вот Царствие Божие внутри вас. Когда сердце наше обращено к Богу, когда оно наполняется благодарностью за жизнь, за бытие, за возможность обращаться к Нему, за возможность молиться, за возможность приступать к Божественной Литургии, к той трапезе, которую Господь совершает за несколько часов перед Своими страданиями и смертью. Как важно то, что Он хочет нам это передать. Как важно Он хочет нас приобщить через эту трапезу к своей жизни, к своему пути. Аминь. Аминь.